В 2016 году Минстрой России заявил о необходимости ликвидации муниципальных и государственных унитарных предприятий и передачи их в частные руки. После этого последовала волна банкротств, которая вполне могла затронуть и Рязанский водоканал, а сейчас ее угроза нависла над водоканалом Касимовским. Задолженность муниципального предприятия на сегодняшний день составляет порядка 70 миллионов рублей. Исполняющий обязанности директора МУП водоканал Алексей Вахрушев, при вступлении которого долг составлял 20 миллионов, а ныне вырос в три с лишним раза, в своем выступлении заявил, что финансовых вопросов он не касается. Этим занимаются конкурсные управляющие. Моя первая задача – это организовать производственный процесс, поскольку предприятие, как вы сказали, действительно стратегически и жизнеобеспечивающее. Что происходит, оно работает. Что и производится. Все финансы, я не распоряжаюсь ни финансами, мы запрашиваем разрешение конкурсного управляющего, он оплачивает те расходы, которые он считает необходимыми, которые мы ему доказываем, что они нужны. Это происходит в таком порядке. Главный бухгалтер, он тоже назначен в периоде банкротства, конкурсного управляющего находится тоже в Рязани. Так что на прошедшем 16 ноября заседании комиссии по ЖКХ благоустройства экологии его участники уже были готовы создать комиссию для контроля за банкротством. Однако депутат Касимовской городской думы Александр Сучков предложил иное решение данной проблемы. Депутат Касимовская задолженность водоканала составляет 70 миллионов рублей. 20, соответственно, на сегодняшний момент находятся в конкурсной массе. Группа компании «Виктория» в течение суток предоставит письменное обязательство о предоставлении организации финансирования на сумму в 70 миллионов для прекращения банкротства данного водоканала. И мы это сейчас официально, только что решим вопрос по телефону о предоставлении необходимой суммы для приостановления банкротства. Заявление Александра Сучкова прозвучало в самом начале. Заседание внесло существенные изменения в его ход. Получилось, что депутаты, уже готовые проследить за правильностью проведения процедуры банкротства, получили возможность принять участие в процессе санации водоканала. Мы готовимся к тому, чтобы будущее предприятие или текущее, уже теперь, как выясняется, возможно, текущее предприятие вышло на рентабельность и спокойно работало без образования кредиторской задолженности. По итогам заседания была создана комиссия из 10 депутатов, которая теперь будет следить не за банкротством, а процедурой санации такого важного для всех, без исключения касимовцев, объекта, как МУП «Водоканал». Тема волнует сейчас и жителей города, и волнует депутатов Касимовской городской думы. Для решения этого вопроса мы создаем сегодня дополнительно комиссию, которая изучит более внимательно документы и подумает, какие могут быть варианты оставления водоканала муниципальным предприятиям. Наша телекомпания будет следить за дальнейшим развитием ситуации. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...